Десятки экспонатов представлены в выставочном зале нового музея. История дошкольного образования в Березовском районе насчитывает десятки лет, поэтому практически все они из века 20-го. И все же основой экспозиции составляют архивные документы, рассказывающие о людях, которые вложили все свои знания и навыки именно в дошкольное воспитание. Галина Мачипова – одна из них. Проработав в этой системе почти 40 лет, она наконец решила привести в порядок все имеющиеся у нее материалы. Материал у меня готовый лежал из Ханты-Мансийского окружного архива. Тобольский архив мне послал материал. И мне просто было очень жалко, что этот материал просто лежит мертвым капиталом. Оформляла я все сама, но помогали все, кому бы я ни обратилась, к населению, к знакомым, к близким, никто никогда не отказывал. У кого что было, все привозили. Привозили и шайтанки, привозили и сарампауля, и березовские все привозили. Откликались все. Пока что в новом музее побывало несколько десятков человек. Заинтересовались выставкой и специалисты музейного дела. Их отзывы для тех, кто по крупицам восстанавливал историю, особенно ценен. Это здорово, что есть еще люди, которые сохраняют историю. Но кто теперь может рассказать о истории детских учреждений, как не те, кто конкретно занимался этим и работал, знают людей. Очень здорово. Активную помощь в создании музея оказали комитет образования, администрация муниципалитета и районная общественная организация ветеранов. Ее председатель, сама в прошлом ветерана образования, считает, что все экспонаты, кроме всего прочего, являются связующим звеном для разных поколений. Во-первых, сюда придут дети. Это не то, что мы сегодня показываем детский сад, а мы показываем быт 60-х, 70-х годов, чтобы дети 80-х, чтобы дети видели, знали. Поэтому мы, конечно, собираем очень много. Потом мы хотим, чтобы это сохранилось, чтобы для истории. В ближайших планах – оформление выставок, посвященных Великой Отечественной войне и труженикам тыла, истории ветеранских организаций и творчеству жителей Березовского района. Первые экспонаты уже появились в соседнем помещении, а со временем это место станет своеобразным клубом, где каждый сможет не только прикоснуться к ближайшей истории, но и стать ее хранителем. Валерий Белый, Роман Тягунов, авторское телевидение Березова.